Мауро Камаранези 20-й Мануэля Блази 4-й Патрик Виерани 68-й Кристиан Нунфридини Ну и в атаке Томмазо Рокки 18-й номер И Лацо расположился Перед этим туром на 9-м месте И что самое важное Для римской команды, для Лацо Имеется в виду, что на 2 очка она опережает своего заклятого Соперника Рому Наверное это сейчас на данном этапе И у мяча может быть довольно опасно Подача, нет, подача не получилась Получился такой заброс в район Линии штрафной Правда удалось зацепиться гостями за матч Отмашка бокового арбитра Обосновался он В составе окончательно Уже бесповоротно судя по всему И выдернуть из этого состава Его может наверное только травма Здорово очень играл он В прошлом году И в этом наконец Вот в паттле можно обойтись На левой бровке Очень активно проводит матчи Правда не безошибочно Удар Златана С дальней дистанции Так прижал он мяч к земле сильно И опасности никакой для ворот Перуцы нем И требует она за него Два с половиной Чуть больше Два и семь миллионов фунтов стерлингов И вот у Динезы Ставить ряд вопросов Перед обороной Ювентуса В том числе и перед Киелиней И перед Замбротой Ибрагимович нарушает правила в атаке Нам показывают Штаб Латсу Верхушку управления Там с президентом Клаудио Латиту Клаудио Латине Своевременно сместился Прервал передачу на Футболиста Латсу Ну а здесь вот Ибрагимович Теряет мяч Много довольно потерь В середине поля И вот Там слова Добо неправильно Интерпретировала Французская пресса В частности о том Что у него конфликт Некий с Диканью Страфное И здесь Диканью Едва-едва Не оказался первым На мяче Довольно солидно Смотрится Латсу На первых минутах По крайней мере Никакой робости Нет у команды А чего робить То 7 игр провела команда 5 побед 2 ничьи Домашних имеется ввиду В общем ни разу Команда не проиграла Турецкого клуба Какая-то фантастика Правда 1-0 Латсу впереди И это весьма интересно В нынешнем сезоне Вообще редкие Бывали случаи Когда Ювентус Проигрывал по ходу игры Ну вот памятный матч С Миланом В домашней игре Тоже проигрывала команда И выиграл с счетом 3-1 Но ситуация Здесь иная Потому что Латсу это не тревиза Причем Притом Латсу уступает При горячей поддержке Своих болельщиков На своем родном стадионе Конечно это сильно заводит Игроков И правда очень Группу Которая преследует Четверку лидеров Ювентус С мячом Ибрагимович на Недведа И Недвед Свалился у него Мяч с ноги Понятно Кто Вот он Сделал такой укол В его адрес Набрался смелости Вот Заявил что Моджи Может быть Стоило бы и поучиться Проигрывать Как раз можно это Начать делать Уже вот здесь Вот На стадию Олимпику Ну может его счет 1-0 Это вполне вероятно Походу второго тайма Ибрагимович Как всегда активен Как всегда много Зарабатывает Нарушений правил В пользу своей команды Ну и вот Тизано Пьери Она сейчас укажет кому-то Еще и желтую карточку Санчесу Кребари Бразильцу Да Уходил от него Ибрагимович Оправданный фол И оправданные действия Орбиты Ну есть Защитников Песота Молодой Бальцаретти Ковач есть Вряд ли Вряд ли решится В первом тайме На какие-то кардинали Сложно Ибрагимович борется Частенько Его можно видеть В середине поля Крайне мобильный игрок Зажигательный при этом Эффектный В общем Все при нем Еще с характером бы Ну тогда наверное Ибрагимовича того не было Характер был Послаще Потери Перехват Ювентуса Переходят туринцы В контратаку Ибрагимович По месту левого инсайда Будет входить в штрафную Здесь против него Хорошо сработал По-моему этот Заори был Успел вернуться А здесь на помощь Сам Пауло Диканьо И кто иной Это Севилья был А вот Диканьо действительно помогал Ну а отбирал первый Себастьян Севилья Обычно вот такой состав Выставил Фабио Капелло Главный тренер Ювентуса Лацо Анжело Перуци Под первым номером В воротах В обороне Масси Молода 22 Себастьяна Севилья 13 Санчо Скребари 25 Лучано Заори 8 В полузащите Под 85 номером Играл Ваон Берами Вместо него По ходу первого тайма Ввиду травмы Патрик Веера В центре поля Обработал мяч Заброс на Златана Ибрагимовича Хороший контроль Шведа Но вот передача Возможно в данной ситуации Выжить Многого И не удалось бы Но вот Ибрагимович решил застаем Наверное По окончании этой встречи Ибрагимович Тут Розегет открывался И в общем Ибрагимович Наверное Делал передачу как раз ему Очевидно Но В последний момент Розегет дернулся Подумал Не слишком он и молод 80-го года рождения Здесь положение вне игры В нынешнем сезоне Один матч Кстати еще и Симона Инзаги И вот мы забыли Пять нападающих То есть Конечно Целая Роза Что если Игра зафиксирована не было И Ибрагимович Из правильной позиции Носил удар Тогда это конечно Голевой момент Безусловно И проспали Здесь Не знаю Может быть Вот Из-за того что мяч Вруч Не на фланге Пандев Что здесь Не было нарушения Но арбитр посчитал Что руки Правильно Вещали мяча По всем законам Жанра Оборонительного И вот на этот раз Все точно Ошибаются При выходе из обороны По-моему Санчи Скребар Ибрагимович Тут как тут Рядом Недвед Какой черпачок Занимательно Все это Блистателен Перуция И конечно Каков Ибрагимович С его Вот этим пасом И его видением Как они себя Как они чувствуют Друг друга Ибрагимович и Трезеге Ну смотрите Ну просто Высший пилотаж И удар В касание Знаменитой Трезеге Вроде Недвед Недвед За самонадеянность Скорее Все-таки Пошли они В концовке Забивать Решать Суду встречи В пользу Фиорентина И в итоге Проиграли 1-2 Вот Лацо Как бы тоже Не попался На эту удочку Вроде бы Усыпляет Так Туринский Суперклуб Своего соперника Сейчас Во втором тайме Вот последние 10 минут Ну смотрите Как вяжет В середине Поле Вот Вира Пожалуйста Отобрал мяч И по всем правилам Ну пожалуйста Уже Контратака Намечается Ибрагимович Подхватывает мяч На входе Штрафную Бьет Как же опасно Все это было Вот пожалуйста А вот этот фирменный Знак Уже Златана Оторваться Или не оторваться Но Это не важно Важно то Что Не очень тянет Он с ударом И всегда способен С любой дистанции Попасть в ворота На этот раз Не получилось Но в других странах Ибрагимович Смещается с фланга В центр С большим трудом Отда Лиша этого мяча И вот ответная Контратака Удалось Удалось Без нарушений Разделяют Двух лучших снайперов Серия Ну и теперь Слово за нападающим Фиорентины И это вы сможете Увидеть завтра В 5 часов В прямой трансляции Тосканского дерби Эмполи Фиорентина Ну а я с вами прощаюсь За матчем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok